Женщины хотят выглядеть как модели с обложек журналов и модных показов, забывая, что за этим стоят чудеса профессионального визажа, освещения и фотошопа. И что самое обидное, зачастую игнорируя свою собственную натуральную прелесть. Кайли Дженнер Однако они, как правило, хороши от природы и быть на кого-то похожими не стремятся. Как это ни парадоксально звучит, в моде во Владивостоке естественность. Немножко подправляют о грехе природы, так сказать, для пущей уверенности в себе. В принципе, никогда не обращаются пациенты с просьбой, сделайте меня похожей на кого-то или на какого-то голливудского актера или актрису. Таких пациентов практически нет. Тенденция в мире сейчас такова, что уходят от шаблонного лица, от глянцевой внешности одинаковой и обращаются именно с конкретными проблемами. То есть убрать нависающее веко, изменить форму носа, убрать горбинку носа. И это дает тот эффект, что ваша индивидуальность остается, но проблему навязчивую, которая беспокоит человека, мы решаем. То есть главная сейчас задача – это сохранить индивидуальность в лице. В прошлое десятилетие стандарт задавала Анжелина Джоли – пухлые губы, высокие скулы. Этот стандарт актуален и сейчас, но девушки стараются не перебарщивать. Те, кто поставил биополимеры в губы, сегодня их удаляют и закалывают филерами. Совсем отказаться от соблазнительных форм дамы не готовы. Это касается и мамопластики. За красивой грудью к пластическим хирургам во Владивостоке приходят чаще всего. Современные технологии могут обеспечить сразу комплекс услуг. Аппараты для липосакции, которые не только удаляют жир, но и одномоментно с помощью этого прибора можно жир очистить и ввести пациенту обратно. То есть сделать липофилинг любых частей тела. Грудь, увеличить ягодицы – это все через один прибор. Это намного упрощает работу хирурга. В плане операции, техник операции я могу выделить турецкого доктора Барышача Кыра, который сейчас пропагандирует метод закрытой ринопластики, нетравматичной. Операция практически получается без отеков, без синяков. Пациент очень быстро реабилитируется. И вообще тенденция такова в пластической хирургии, что все операции становятся малоинвазивными. Молодые девушки чаще всего корректируют фигуру, стремясь либо к точеным 90-60-90, либо выделяя бедра, увеличивая их с помощью липофилинга. Дамы постарше прибегают к круговой подтяжке лица. Однако специалисты признаются, что иногда представительницы прекрасного пола ложатся под нож из-за прихоти, а не по каким-то медицинским показаниям. Звезды шоу-бизнеса с гордостью демонстрируют плоды работы хирургов, а их поклонницы стараются не отставать от кумиров. Надо отметить, что в России для многих одним из существенных сдерживающих факторов при желании лечь под шприц, лазер или нож служит стоимость таких процедур. И если, например, аккуратные ушки или носик – это навсегда, то филеры, ботокс, гиалурон имеют свойство рассасываться и требуют повторных инъекций снова и снова. А стремление к навязанным стандартам красоты и вечной молодости для многих непреодоримо. Но есть и решение без оперативного вмешательства – качественно заботиться о себе и уметь разглядеть милые черты на собственном натуральном лице. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.